400, 500. Полторы тысячи осталось, а до конца месяца еще жить и жить. Закончились новогодние праздники, и я так же, как и вы, вынуждена вступить в режим экономии. Но, благо, у меня есть несколько лайфхаков. Поэтому, если ты хочешь знать, как экономить в большом городе, обязательно смотри это видео до конца. Мы живем в Москве уже 4,5 года, и за это время выработали свои определенные правила того, как экономить в большом городе, при этом не оказывая себе во многих вещах. Просто нужно иногда немного считать, немного быть более внимательным, и обязательно все у вас получится. Самый первый лайфхак – это экономия на бонусных картах в магазинах продуктов, в которых вы закупаетесь чаще всего. Я подсела очень плотно на вкусвилл с тех пор, как у них стала работать бесплатная доставка продуктов на дом. Во-первых, я экономлю свое время, что в Москве тоже считается очень дорогим ресурсом. Во-вторых, я покупаю здоровые продукты, и тем самым поддерживаю свое здоровье. И третье – это экономия в бонусной программе. Во вкусвилле, например, есть разные варианты экономии. Одна из моих любимейших программ – это разнообразное питание. Для того, чтобы к ней подключиться, нужно просто зайти в приложение, зарегистрироваться там, естественно. И сейчас стало удобно очень участвовать в этой программе, потому что есть вот такая кнопка «Разнообразное питание». Вы же нажимаете «Детали», видите, как у вас обстоят дела в этом месяце. Это ежемесячная программа, здесь нужно постоянно участвовать. При том, что вы постоянно закупаетесь, например, в этом магазине, у вас очень быстро, это необходимое количество товаров для получения первой скидки набирается. Вот мне для того, чтобы получить скидку 3% в феврале, осталось купить 14 товаров и оценить 15 из них до конца января. Я могу перейти в каталог, например, чтобы купить что-то новое, либо показать все, что купили, и все это оценить. Таким образом, в среднем в месяц я набираю 8% скидки, и это очень удобно и выгодно при регулярных покупках в этом магазине. Также у меня есть карта в магазине «Перекресток». Это второй по частоте покупок магазин. Я как-то сравнивала цены «Пятерочки» с «Перекрестком», и получалось, что при одной и той же корзине продуктов разница несущественная, потому что «Пятерочки» делаются скидки на какие-то самые популярные категории товаров, но если вы хотите взять что-то еще, эти цены бывают немного выше, чем, например, в «Перекрестке». Если вы для себя выбрали какой-то один основной магазин, где покупаете, следите за акциями, за скидками, потому что они на самом деле в большинстве своем очень могут сэкономить ваш бюджет. Еще во вкус вели я экономлю благодаря тому, что закупаю какие-то продукты заранее, если на них есть скидки. Здесь есть раздел «Скидки» по вашей карте, здесь есть серия продуктов, которая включает в себя скидки на какую-то категорию товаров. Если, например, она мне будет нужна в будущем, я обязательно покупаю из этого раздела эти продукты со скидкой и использую в течение 3-4 дней. Есть скидки от нескольких товаров. Тот, кто привык закупаться на, например, месяц вперед, тоже может пользоваться этой возможностью для того, чтобы экономить, покупая по несколько штук. Например, вот здесь есть коктейль «Детский молочный» с бананом. Я знаю, что в нашей семье он уйдет достаточно быстро, поэтому я могу положить сразу два товара в корзину, и перейдя мы увидим, что товар прошел по скидке. 4 рубля мы сэкономили. На первый взгляд кажется не так уж и много, но по факту, когда набирается целая корзина, я экономлю в среднем по 300-500 рублей с каждой корзиной. Это очень удобно и достаточно выгодно. Многие стараются экономить, ходя в фикс-прайс и покупая товары по суперсниженной цене. Я иногда этим тоже пользуюсь. И вот, например, если посмотреть на нашу елку, то большая часть игрушек, которые сейчас на ней висят, они именно из фикс-прайса. Я их купила года 3-4 назад, когда у нас елки не было и в помине. Но, как вы видите, они до сих пор выглядят вполне смотрибельно. Конечно, тут у нас не хватает объемных шаров. В этом году я новогодние игрушки не покупала. Бывают моменты, что достаточно выгодно можно купить какие-то недорогие вещи. При этом иметь в виду, что качество этих товаров не такое уж и хорошее. Они могут износиться. Вот если взять по крупнее... Если взять, например, игрушку, которая попала к дом Никитону в зубы буквально год назад, то можно увидеть, что она такая совсем пластиковая. На ней есть вот такие вот покорябанные зубы, и с этим уже ничего не сделаешь. И вот эти вот штучки, они очень легко отлетают. Поэтому просто нужно это иметь в виду. Если вам нужен какой-то такой недорогой декор, например, новогодний, вы можете это купить. Но никогда не покупайте в фикс-прайсе вещи для организации детского дня рождения. Для организации любого дня рождения. Эти предметы лучше всегда купить в каких-то других супермаркетах, потому что, как правило, это стоит гораздо дешевле. Фикс-прайс, они тоже не дураки. Они усредняют разницу в ценах. Если что-то стоит очень дешево, например, пачка макарон, которая итальянская, стоит в среднем магазине 70 рублей, вы можете купить ее в фикс-прайсе за 50, то самые ходовые товары, товары для праздников в фикс-прайсе могут стоить даже гораздо дороже, чем в других магазинах. Поэтому, например, упаковочную бумагу, пакеты для подарков я никогда не покупаю в фикс-прайсе. Я их обычно покупаю в каких-то других супермаркетах, обычных магазинах, где те же самые пакеты, которые в фикс-прайсе стоят там по 50 рублей иногда, можно купить за 10-15 рублей в обычном супермаркете. Проезд в транспорте – это отдельная стоимость расходов в Москве, но вот, например, в летнее время вы можете всегда воспользоваться очень экологичным видом транспорта велосипедом. О нем я делала целый выпуск, вот здесь по ссылке вы можете его посмотреть, как пользоваться и сколько стоит. Да, в каких-то моментах это действительно экономично и очень полезно для здоровья, но в других моментах это не так уж и быстро, и может пойти дождь, например. Или зимой, конечно же, на велосипедах никто не ездит, поэтому все-все перемещаются в метро. Да, есть другие системы транспорта, например, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы. Очень много в Москве разного транспорта, и он, в принципе, вполне доступный. Дешевле будет, конечно же, пользоваться, если вы купите карту тройку. Там есть разные тарифы, например, тариф, где вы покупаете абонемент. Вы знаете заранее, что вы будете в течение месяца очень много ездить, поэтому взять лучше безлимит на месяц и пользоваться тройкой безлимитно во всех видах транспорта. И тройка в целом-то как бы экономично достаточно, но многие не знают. Банковская карта, которая может быть у вас в телефоне, в метро и в автобусах в телефоне, сейчас тоже можно оплатить. Везде стоят терминалы, этим очень удобно пользоваться. Если у вас есть банковская карта МИР, то обязательно не покупайте тройку, пользуйтесь именно этой картой. При оплате карты МИР проезд стоит практически в два раза дешевле. Это очень выгодный лайфхак, и о нем сейчас немного кто знает. Поэтому обязательно пользуйтесь. Если вы, конечно, приехали в Москву, и ваша задача как можно меньше тратить денег в целом, то очень большую сумму вы можете, конечно, сэкономить на еде, используя ряд моих лайфхаков. В первую очередь, конечно, самое простое, как экономить на еде в Москве, не есть в ресторанах, в кафе, покупать продукты в магазинах, готовить их дома. При этом, конечно, не нужно пользоваться какими-то локальными магазинами, не нужно пользоваться услугами магазинов, азбука вкуса, дейли, потому что это очень дорогие магазины. Достаточно просто сходить в какую-нибудь пятерочку после девяти вечера, например, на готовую еду, на булочке всегда есть какая-то скидка, потому что у них заканчивается срок годности, и проще магазину сделать хорошую скидку на эти продукты, чтобы кто-то их забрал и съел сегодня, чем выкидывать в мусорку. Также во вкусфиле есть отдельная полка со скидками, смотрите, ценники такие серенькие. Там есть оцененные товары, у которых заканчивается срок годности, и они очень съедобные, очень вкусные, но при этом максимально дешевые. Ну, я согласна, что дико неудобно покупать еду в магазинах и, например, носить ее с собой, поэтому я думаю, что многие все равно будут пользоваться услугами фудкортов, ресторанов и кафе. Для того, чтобы максимально экономить на кафе и ресторанах, стоит заранее гуглить, например, в Двагисе рестораны и смотреть их средний чек, сколько вы готовы потратить на еду и сколько это стоит там в том или ином заведении. Таким образом, фильтровать для себя, например, список заведений, которые вам больше подходят по цене. При этом будьте внимательны. Такие популярные сети столовых, как Братья Караваева, Грабли, Муму была такая сеть, кстати, давно я ее не видела. Но неважно. Эти сети, они достаточно дорогие. Они кажутся на первый взгляд, что это столовая, и там должно быть все максимально дешево. Нет, не покупайтесь на этот трюк. Нужно очень супер внимательно там смотреть на цены, чтобы поесть как-то более-менее вкусно и сытно, но при этом не заплатить очень много денег. Потому что мясные там всякие продукты готовые, всякие напиточки, там очень хорошо выстроен маркетинг в этих заведениях. И в конечном итоге пообедаете вы там на кругленькую сумму в размере там 500-700, может быть, даже рублей. Поэтому это не супер выгодно. Столовые, они, как правило, спрятаны в каких-то недосягаемых сразу глазу местах. Можете, опять же-таки, гуглить столовые в Двагисе, ходить, смотреть. Тем более, если вдруг вы просто гуляете в поисках там какой-то недорогой еды, то, я думаю, можете себе позволить время на поиски какой-нибудь недорогой столовой. Они есть, они, как правило, выглядят максимально просто. Ну и еще один вариант сэкономить на обеде, пообедать подешевле, чем, например, в сети братьев Караваевых, это сходить в ту же самую кружку картошку, купить там полноценный комплексный обед, выйдет гораздо дешевле, вкуснее, сытнее. И будет все у вас хорошо, и вы сэкономите много денег, и будете, я думаю, максимально довольны. Если вы уж решили себе выбрать ресторан, сходить туда, то я, например, пользуюсь одним правилом. Я никогда не беру в московских ресторанах чай или воду. Есть заведения, конечно, в Москве, которые наливают воду бесплатно. Это, как правило, показатель очень хорошего заведения, но не во всех заведениях ее наливают. Поэтому, если есть возможность избежать покупки воды, я это делаю. Я не покупаю в Москве чаи, потому что они невкусные, и они стоят обычно в среднем 300-400 рублей, которые совершенно ничего не стоят. Вы просто набьете в свой желудок какой-то непонятной жидкостью. Она не очень вкусная, не доставит вам удовольствия. Просто заплатите за воду, по большому счету, такие фантастические, на мой взгляд, деньги. Поэтому, если есть возможность не покупать в заведении чай или воду, обязательно этого не делайте. Лучше, на мой взгляд, если вы хотите какой-то жидкостью наполнить свой организм, купите там какой-нибудь суп или борщ. Будет более сытно, более вкусно, более насыщенно. И будет стоить по деньгам то же самое. И вполне возможно, что в хорошем заведении вам принесут борщ еще, знаете, с такой пампушечкой и салом. Одежда в Москве это отдельная вообще история. Когда я переезжала в Москву и смотрела на цены, которые написаны в сезон скидок, я обалдевала и думала, как же хорошо, что я буду скоро здесь жить. Потому что в Москве, в отличие от многих регионов, скидки на одежду настоящие. Если пойти в магазин, присмотреть себе одежду заранее и потом прийти в сезон скидок, то можно сэкономить до 50%. Представляете себе? Конечно, не на все категории товаров скидки делаются, но большие бренды с хорошей качественной одеждой, как правило, делают хорошие скидки. Я заранее составляю список одежды, которую я хочу себе купить в течение сезона. Потом я присматриваю себе, например, на сайтах. Я не люблю абсолютно ездить в торговые центры и стараюсь этого максимально избежать, потому что они огромные, занимают максимум вообще твоего времени. Я стараюсь заранее посмотреть где-нибудь на сайтах или в приложениях, какие сейчас в моменте сезона есть вещи. Потом, когда наступает сезон скидок, я могу поехать в торговый центр для того, чтобы прикупить себе как раз-таки каких-то вещей. Таким образом, например, вот эту вот пижаму из Massimo Dutti я купила с 50% скидкой, ребят. Я ее купила перед Новым годом, чему я, конечно же, безумно рада. То есть, качество вещи не изменилось, оно осталось с тем же. Вещь по-прежнему прекрасна, она без дефектов и прочего. Просто закончился сезон на эту вещь. Сейчас прошли новогодние распродажи, и черные пятницы, и так далее. И вот сейчас как раз-таки у брендов был момент, когда они распродавали много своих товаров с различными, конечно, скидками, но на некоторые товары скидки были очень хорошие и супервыгодные. Есть, конечно, в этом свой момент, что вы можете эту вещь потом, конечно, когда дойдет дело до скидок, просто не найти. Не найти своего размера, фасона и так далее. Но это, конечно, неприятные моменты, которые решаются большим ассортиментом товаров в магазинах. Поэтому я думаю, что свою вещь, конечно, если поискать, ее можно найти. Лучше не покупать много вещей, как это делала я раньше, но подешевле. Лучше купить одну хорошую вещь, подороже, со скидкой, и носить ее несколько лет подряд, радоваться ей, наслаждаться комфортом, который дарит вам эта вещь. Еще один момент, который позволяет экономить на вещах в большом городе, это аутлеты. Аутлеты качественных брендов находятся, как правило, в Подмосковье. Для того, чтобы туда добраться, нужно либо иметь машину, либо, конечно, немножечко потерпеть в дороге, потому что это непросто доехать до аутлетов. Я в аутлетах была три раза, и в основном по рабочим каким-то заданиям. Но если у вас есть возможность взять, например, кардшеринг, и поехать в аутлет, обязательно воспользуйтесь этой возможностью, потому что там тоже можно найти вещи прошлогодних, позапрошлогодних сезонов, но с очень хорошими скидками. Опять же-таки, качество вещей не меняется, не меняется бренд, который вы хотите купить, это все те же самые настоящие оригинальные вещи, просто это вещи, сезон которых закончился, они уже стали, может быть, не так популярны в этом сезоне, но если там поискать какие-то универсальные вещи этого бренда, можно найти с очень хорошими скидками, и это настоящие скидки. Бесплатные экскурсии, концерты и вообще развлечения в Москве это вообще отдельная составляющая, потому что в Москве можно очень много экономить на этих вопросах просто периодически мониторя какие-то паблики, тематические группы Я, например, на данный момент подписана на несколько пабликов в Телеграме которые периодически выкладывают новости о каких-то бесплатных событиях, экскурсиях, интересных инсталляциях и прочем в своих пабликах и условия попадания туда, то есть если нужно зарегистрироваться, они тут же пишут, что нужно зарегистрироваться Если вот так вот периодически мониторить эти паблики, искать какие-то интересные для себя события можно в очень много музеев попасть бесплатно, просто выбирая подходящий день Можно очень много концертов посетить бесплатно, в каких-то барах бывают выступают какие-то интересные коллективы и вы можете туда попасть и один, конечно же, очень важный момент, как можно экономить на развлечениях это ходить по каким-то местам в рабочее время если у вас есть такая возможность потому что число посетителей, конечно же, в этих местах снижается для того, чтобы привлечь новых посетителей в это сниженное время многие места делают очень хорошие скидки и это стоит гораздо дешевле В одном из своих выпусков по обзору центрального детского магазина я расскажу, как мы экономили на походе во всякие классные развлекательные штуки И один из самых важных лайфхаков, который я вам хочу сказать это что в Москве, конечно, очень важно быть дисциплинированным товарищем В нашей семье с дисциплиной дела не очень, но мы периодически стараемся планировать крупные покупки потому что если ты запланировал купить, например, телевизор в Москве ты можешь дождаться того момента, когда наступит черная пятница когда случатся какие-то реально очень хорошие скидки и купить какую-то крупную вещь, экономить там 30-50 тысяч рублей и это не фантастика мы себе так купили несколько очень крупных вещей домой сэкономили очень хорошую сумму но это, опять же-таки, благодаря стараниям моего мужа он очень сильно мониторит вот эти вот вещи, связанные с ценами на какую-то технику на какую-то мебель и так далее и когда есть возможность выхватить какую-то скидку опять же-таки, что я вам говорила про одежду то же самое и касается каких-то крупных бытовых покупок вы можете сэкономить очень хорошую сумму поэтому будьте внимательны и пользуйтесь этой возможностью И, конечно же, один из самых дорогих ресурсов, которые есть в Москве это время, поэтому если вы умеете считать свое время если вы можете соразмерить то количество времени, которое вы потратите например, на то, чтобы ходить по магазинам отнесете к стоимости доставки каких-то продуктов, например, на дом то вы можете понять, что иногда это вообще абсолютно несоразмерные вещи потому что если вы заранее покупаете продукты, например, на неделю и у вас нужно набрать вам корзину на 5 тысяч рублей и при этом вам приносят это все домой вы не тратите 3 часа времени на то, чтобы пойти в магазин при стоимости вашего часа, там, полторы тысячи рублей в час вы экономите 4,5 тысячи рублей своего собственного времени и, соответственно, покупаете корзину продуктов, которые вам привезли вообще бесплатно поэтому обязательно считайте свое время обязательно считайте деньги ищите варианты экономии напишите в комментариях, как экономите вы если понравилось вам это видео, оно было для вас актуально и полезно ставьте лайк если вообще вам нравится все, что я делаю подписывайтесь на мой канал смотрите мои другие видео это Яна Алексеева, понаехавший влог увидимся где-нибудь еще пока-пока такие популярные сети, как Граблик кто же там еще? ааа аа 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 ааа